Друзья, всех приветствую. Хорошо меня видно, слышно? Огонёчки? Мы постоянно жжём костры. Отлично, спасибо большое. Спасибо большое, что пришли на сегодняшнюю встречу. Я вижу здесь и Пермь, и Тюмень. Тюмень обожаем. Кстати, наше издательство приедет к вам на День города 29 июля. Так что приходите на Площадь Солнца. Будем рады вас видеть. Что касается сегодняшней встречи. Необычный для нас сегодня спикер. Вы знаете, что из великого многообразия авторов книг нашего издательства, пишущих по самым разным направлениям, тематикам, мы выбираем наиболее интересных и приглашаем на вебинары пару раз в месяц. Так вот, сегодня на дискуссию мы пригласили автора книг «Основу проектирования. Запасная планета. Инженеры и космонавтика. Инженеры спасут мир» и других замечательных исследований Сергея Александровича Красносельского. Я даже принесла сегодня книжечку вам показать. Это одна из последних книг. «Инженеры спасут мир». Сергей Александрович, автор эскизного проекта «Терреформирование или освоение планеты Венера» создал в Московском авиационном институте студенческое конструкторское бюро «Венера», которым руководил более 20 лет. Кто, как не Сергей Александрович, может нам лучше рассказать о назревших перед человечеством проблемах и предложить возможные варианты их решений? Сергей Александрович, мы вас ждем, приглашаем к нам в вебинарную комнату. Нас сегодня здесь много, подключайтесь. Да, Борис, вот, вот, наш герой дня. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели. На экране вы видите... Да, передаю вам слово, отключаюсь, но я вас слышу, так что, если нужна будет помощь, прям в монитор. Хорошо. «Запасная планета» – это давнее название темы и рядом эмблема, воплощающая идею перенос жизни с Земли на Венеру. Почему на Венеру, это будет сказано позже. А теперь о некоторых особенностях темы. Они состоят в том, что тема очень сложная – перспективы цивилизации. И каковы они, и каковы сроки существования нашей цивилизации. Ясно, что они не бесконечные, но вот каковы именно, каковы именно. И говорить ни сроков, ни вероятности гибели, назвать нельзя, и слава Богу. И определить невозможно, потому что нет статистики. Мы единственная, известная нам доподлинно цивилизация. Все остальное – догадки, предположения и прочее. И поэтому определить ничего нельзя. Можно такой вот пример привести. Вы полетели бы на воздушном лайнере, вероятность гибели которого неизвестна, а надежность сомнительна. Ну, вряд ли. Значит, а в данном случае мы летим на космическом корабле под названием Земля в пространстве и во времени. И если в пространстве более-менее понятно, куда мы движемся, и там довольно много еще этого пространства, то во времени не очень понятно. Дело в том, что изменения пошли с огромной, ужасающей скоростью. А, понимаете как, если сравнить нас с кораблями Колумба, то мы сейчас на очень совершенном этом корабле движемся, очень продвинутом технически, но о будущем мы знаем примерно столько же, сколько они. Там сидел матрос в гнезде на верхушке мачты, и время от времени кричал «Земля», если ему что-то показалось, или действительно видел Землю. И также в наше время нам предсказывают будущее предсказатели, астрологи, гадатели. Ну, еще есть ученые, футурологи, только непонятно, кто и когда их этому учил, и где их учили. Но дело не только в этой скорости изменений, когда некоторые изменения и процессы происходят в наше время уже так, что глазом не успеешь моргнуть. Но беда в том, что наш вот этот корабль по своему техническому устройству не соответствует нашим же собственным возможностям, потому что его создавали лучшие умы человечества, а управляют сплошь и рядом отнюдь не лучшие. И тогда возникают такие неприятные инциденты, как с «Титаником». Ведь он был непотопляемый. Но простой, незатейливый айсберг сумел его потопить. Или с Чернобылем, который был абсолютно надежен. Но дуракам только стоит взяться за дело, и они добьются своего. Ну, и если не говорить о больших, более неприятных вещах, две мировые войны, которые без особой причины все-таки сумели развязать, а потом как бы никак не могли в толп взять. Зачем это было нужно? Но даже со временем, со временем этих мировых войн очень многое изменилось. Изменилось вот что. Мир никогда не был глобален. И если раньше, раньше гибли цивилизации. Мы как раз наследники тех цивилизаций древности, которые выжили. Но раньше никогда мир не мог погибнуть целиком. И раньше у людей не было возможности покончить самоубийством. Мы могли пропасть от булыжника с неба, от которого погибли динозавры, но булыжники, слава Богу, летают по законам небесной механики, и ни с того ни с сего земли не вмазываются. А вот возможности самостоятельно устроить себе Голгофу, такое никогда не было. Это свеженькая возможность. А мы знаем из истории, что люди редко не используют до конца свои достижения. Всегда находятся экстремисты, которые используют вот эти вот самые возможности. Еще есть одна опасность. Мы слишком хорошо живем. Никогда человечество не жило в целом, в среднем так благодушно и обеспечено, и так в целом хорошо. Мало того, что нет ни голода, ни больших войн, ни эпидемии. Это если нам коронавирус показался эпидемией, тогда, значит, дело не так еще и скверно. Это же не испанка, ни чума, ни холера, ни сибирская язва, ни моровые язвы прошлого. Вот. И вот это, это вот эта вот хорошая жизнь очень расслабляет и очень вселяет большую уверенность, что все будет так же, как было. Уже, увы, не будет. Значит, увы, надо думать. Слава Богу, есть опыт прошлого. Ведь наши предки, они же не проедали все, как мы. Они все время думали о будущем. Они, напрягаясь, строили эти стены для защиты, создавали оружие. Но беда в том, что другие создавали тоже оружие, и в результате возникали эти самые войны. И беда еще вот в чем. Значит, раньше, раньше, миром управляли все-таки профессионалы. Их готовили сплошь и рядом с детства к тому, чтобы управлять. И они могли, так сказать, рассчитывать на пожизненное управление своей, например, страной. Теперь порядки другие. Теперь у этих, этими правящие, в правящие системы попадают вообще люди сплошь и рядом случайные. Хотя случайности были возможны и раньше. Но там уж как повезет. Ну и еще у теперешних вождей нации ограничено время. Они чуть ли едва ли не сразу, после того, как попадали на вершину власти, едва ли не сразу вынуждены думать о следующих выборах. Так что надеяться особенно не на что. Значит, мы, ну, я говорю, что, говорил вначале, что здесь говорить подробно о всех этих вот вопросах невозможно. Это все до известной степени описано в моих и моих с автором Владимиром Игоревичем в зерном книгах. Вот. А, значит, здесь за краткостью времени это, об этом говорить, обо всем невозможно. Поэтому мы говорим о главной, о главной идее. Значит, наша цель не состоит в том, чтобы запугать слушателей и читателей, слава Богу, пугающих много. Мы говорим о возможностях спасения или решения проблем. И вот решить проблемы, по нашему мнению, могут инженеры. Почему инженеры? Потому что все прочие вожди, предсказатели, пророки, учителя и даже ученые только рассказывают о том, что надо и можно сделать. инженеры дают готовые решения. Они придумывают, как издавна, когда и слова такого еще не было, они придумывали, как обогреть, защитить, накормить, напоить, что надо для этого сделать. И создавали орудия труда и методы приема сельского хозяйства, и методы и приемы животноводства. Все это создавалось поколениями, методами проб и ошибок. Так вот, чтобы не говорить о том, что надо делать все хорошее и не делать ничего плохого, мы говорим, что существует с нашей точки зрения, хотя существует безусловно и большее количество этих решений, проблем, существуют две, два подхода или два метода решения. Это освоение мирового океана, который единственным является ресурсом общечеловеческим и в некотором смысле неисчерпаемым пока, хотя может оказаться и он тоже близким к пределу. И космос, выход в космос. Ну, космос, как мы знаем, небо зрим, но нам доступна только Солнечная система. В нашем понимании это всего три объекта в Солнечной системе. Марс, Венера, Луна. Ну, о том, о их преимуществах и недостатках лучше Владимир Игоревич расскажет. Вот. Значит, и вот эти вот проекты, которые могут решить проблемы человечества, мы в виде такой начальной очень схемы изложены в наших книгах. главными условиями являются ресурсы для этого. И меня неоднократно спрашивали, а вы знаете, сколько это стоит? А сколько стоит наша цивилизация? Сколько не жалко заплатить? И я вас уверяю, как только будет выяснен срок гибели, деньги будут на улице валяться под ногами. Вопросы не возникли. А вы знаете, сколько на это надо времени? Ну, дорогие мои, конечно, время нужно. и человечество решало свои проблемы, несмотря на продолжительность этих, но время несколько сворачивается, укорачивается именно из-за темпа нашего развития. Еще на это нужны головы, а человечество вообще по некоторым признакам глупеет, об этом в частности говорит, Черниковская, например, говорит о том, что человечество глупеет. А почему человечество глупеет? Так это естественно. Любой орган человечества, человека, недогруженный, это касается чего угодно, мышц, дыхательные, нервные системы или человеческого мозга, он расслабляется. Экономия энергии, он перестает работать, раньше человеку надо было хотя бы думать о том, как добывать пищу, и даже не очень грамотное советское политбюро об этом заботилось. Оно выдумывало то целину, то бам, то стройки коммунизма, потом, к сожалению, еще и афганскую войну, и люди все время были при деле и все время были озабочены. Но кроме этого существовало еще, так сказать, могучее средство и рычаг. Все время надо было что-то добывать для жизни. Просто так пойти и купить было нельзя. Теперь это делается нажатием кнопки или звонком по телефону. тебе даже еду приносят на дом. Это очень опасно. Чрезвычайно опасно. Все погибшие цивилизации, как правило, достигали перед этим благоденствия и впадали в застой. Мы уже давно в него впали. Вот. Для того, чтобы решить вот эти вот проблемы, не надо всем засучивать рукава. Не надо. Только толковище будет. Для этого всегда делали команды инженеров грамотные. Ну, им нужны руководители. Грамотные руководители. Ну, только не менеджеры, подготовленные на кратких курсах, а действительно крупные руководители. Такие как подобные тому же Хеопсу, Архимеду, Шухову, Королёву, Эйфелю, ну, и так далее. Значит, они находились всегда, но только беда в том, что они могут найтись тогда, когда уже что-нибудь делать надо будет поздно. Вот то, о чём мы говорим, это всё-таки проекты довольно длительного времени. но с другой стороны, с другой стороны, эти проекты, они будут начнут работать не после того, как люди поселятся в глубинах океана или на той же планете Венеры, они начнут работать сразу, потому что они сделают осознанной осознанной жизни и определят перспективы в отличие от нашего теперешнего не очень ясного перспективного в перспективе будущего. И они объединяют людей над достижением некоторой цели, а это всегда очень часто благотворно складывалось на человеческой популяции. Ну вот, значит, вот это, собственно, и примерно всё, что я хотел вам сказать. Вот Владимир Игоревич может добавить к тому, что я сказал, некоторые свои соображения и доводы. Так. Теперь я не знаю, что надо сделать. Сделать. Владимир Игоревич, да, пригласили вас в эфир. Пожалуйста, добавляйте. Спасибо. Итак, я отвечу на заданные вопросы. Во-первых, почему всё-таки инженеры? Видите ли, дело в том, что профессия инженера очень специфична. Во-первых, она требует здравого смысла. Поэтому быть инженером и не обладать здравым смышлом просто невозможно. Другое дело какие-то гуманитарные профессии. Там всё возможно. Что далее? Работа инженера творческая, созидательная. Это очень немногие те, кто созидают и созидают для людей, а не для себя. В-третьих, работа инженера коллективная. Это коллективный труд. То есть профессия инженера чрезвычайно полезна, вообще говоря, для людей. Это я говорю родителям, которые собираются давать детям образование. Я от души рекомендую начать именно с инженерного образования, а потом будьте кем хотите. Есть очень много примеров, когда после получивших инженерную профессию, вот, честно, и актёром, и художником, и кем угодно. Это вот соображение. Теперь соображение второе. Дело в том, что инженеры уже, как минимум, два раза доказали, и два раза спасали нашу страну. Хочу напомнить, что в 1955 году был создан ракетно-ядерный щит Королёвым и Курчатым. И после этого война, которую задумывали американцы, она не состоялась. Американцы сдались, не начавши войну. И как потеплели у нас отношения тогда с американцами, можно вспомнить. Более того, они пригласили Никита Сергеевича Хрущёва в гости в Америку. И он так там выламывался, так над ними издевался. Не сказки сказать, не первым описать. Поэтому сейчас, когда ругают за сближение с Западом, сближение-то шло, извините, на наших условиях, вплоть до Карибского кризиса. Поэтому, значит, конечно, именно инженерам можно поручить эту работу, ибо именно они не справятся с этим делом. Что далее? Может быть, мы зря торопимся, может быть, мы говорим ещё рано спасать человечество. Ничего подобного. Самое время. Хочу поделиться личными впечатлениями. Вот сейчас происходит событие, появляются комментаторы, которые комментируют, и, судя по их комментариям, ну, неприятно, конечно, что поделать. Вот. И очень интересная мысль была ими высказана, что вся гадость идёт с Запада. А поскольку мы очень скоро победим Запад, ну, и гадость пропадёт сама собой. Вы знаете, как мне захотелось приобщиться к культурному наследию, так же, комментаторы говорят, наша страна будет основой и будет иметь в себе идеалы и духовные и прочее. Ну, и стал я искать эти идеалы. Пришёл телевизор, попал на мультфильм. Да, никакой диснеевщины. Вернут какие-то кубики, шарики с глазами, несут полную ахинею. Вот. Что дальше? Дальше другой мультфильм «Монстры», который убивают друг друга. Очень весело. А дальше приключенческий фильм. Ну, понимаете, судя по этому фильму, у нас всё куплено и продано. Одни бандиты везде. Вот. Но находится один отставник полоумный, который, вооружённый только палкой, решает там все проблемы. Вот такое впечатление. Ты где же наследие-то культурное? Где же те ценности, о которых так много говорили? Вы знаете, их нету. Очень жаль, что их нету. Вот. Кроме того, хочу вспомнить эпизод. Это эпизод следующий. Где-то лет 20 тому назад в лицее, где я преподавал параллельно с московским медицином, проводили анкетирование анонимно. Вот. Ну, предмет анкетирования кем вы хотите быть. Мальчики писали откровенно, что очень хотели бы быть бизнесменами или айгархами, но, во-первых, боятся, что ума не хватит, а, во-вторых, работать ведь надо днем и ночью, а это им почему-то не нравится. И поэтому они писали о том, что они ходят в качалку, наращивают мускулатуру и, глядя, что можно потом пойти в охрану или в какие-то воинские подразделения. Девочки тоже были достаточно откровенны. Они вовсе не проповедовали бизнес-леди и говорили, что, конечно, счастье женщины в семье, но разве можно завести семью, когда молодые мальчишки и у них ничего нет. Поэтому писали девочки самая главная задача – это познакомиться с пожилым человеком состоятельным, обеспечить ему спокойную старость, сделать так, чтобы он перебисал на тебя все, недвижимость. И когда он довольный и покинет этот мир, тогда можно и завести себя крутого мачо на те же денежки. То есть вот как обстоит ситуация. Вы знаете, пора спасать мир. Очень даже пора. Вот и поэтому возникает идея что спасение мира надо поручить инженерам. Но понимаете в чем дело? Ни я, ни Сергей Александрович. Мы не можем вдруг наладить производство инженеров. Единственное, что мы можем сделать – это вызвать интерес к этой профессии молодых людей. Состоит наша основная цель и задача. Вот те соображения, которые я хотел бы с вами поделиться. Спасибо, Владимир Игоревич. Но у нас на самом деле есть вопросы. Пожалуйста. Вот первый вопрос. Почему престиж профессии инженера упал по сравнению с советской эпохой? Каковы последствия для современного общества? Престиж упал. Почему? Ну, во-первых, по воле руководителей. Я родился в инженерской семье. Я помню, что инженеры тогда получали полтора раза выше рабочих. Потом пришел Никита Сергеевич, который произвел народную мудрость. И зарплаты стали нивелироваться. Ну, и закончилось тем, когда я уже был остепенен и доцент и преподавал, моя зарплата в институте была где-то на уровне зарплаты двор. Вот. Вот поэтому, значит, зарплаты корректировались. А стал быть, и престиж падал. А стал быть, когда человек заводил семью, он начинал думать, а я же обязан обеспечить, понимаете, в состоянии семье. Нельзя же говорить о том, что зарплаты у нас такие. Вот, все это и пошло. Кроме того, есть еще один очень интересный момент. Когда ребята, многие из нас, попали на Запад и стали там работать инженерами, их поразил один факт. Они подписывали бумагу, по которой им категорически запрещалось делать ту работу, которая к ним не имеет непосредственного отношения. То есть, нельзя было ни точить карандаш, ни делать чертеж, а только заниматься своей инженерской деятельностью. А у нас, извините, инженеров использовали на любых работах. Я уж не говорю про овощные базы и про картошку по осени. Да, это правда. Вот это правда. Вот это причины. И вот это, кроме того, по имени, еще хочу сказать дискуссор, если позволите, появились модные специальности. Сначала модными были экономисты. И в любом институте был факультет экономики, куда ловились люди. И каждый год выбрасывали даже огромное количество экономистов среднего уровня. Потом пошла мода на юристов. И то же самое сейчас этих юристов некуда девать. А теперь всех щелей, как тараканы, полезли айтишники среднего уровня. Ну, сколько их нужно-то? И зачем они вообще нужны? Простите, в наше время программированием занимались люди без высшего образования. То же самое будет с ними. Но айтишники создают рекламу, приносят доходы. И вот когда в голове угла ставится не здравый смысл, а доходы, вот тогда и получаются такие неприятнейшие юристы. Ну, вот вы говорите о том, что по возможности нужно всем получать инженерное техническое образование. Катистюбаты. А нет ли рисков того, что это создаст массу посредственных инженеров и снизит стандарты в образовании? Они не смогут себя применить, вот просто физически не смогут себя применить, потому что знания настолько средние. Пусть меняют специальности, но база у них останется. здравый смартфон у них никуда не денется, правда. Вот, я знаю много случаев, когда люди сначала получали техническое образование, к тому же моему родному институту, ну, а потом шли в актеру, взять того же задорного, это со второго факультета моторного. Никто не мешал взять мою кристаллинскую певицу. Так что я имею в виду базовое образование. Почему? Потому что как такового базового образования сейчас нет. Простите, философию ни в каком виде в УЗИ не читают. И человек, извините, становится очень легким, очень легкой добычей сектантов, уголовников, которые философы еще те, а это и есть недостаток знания, отсутствие здравого смысла. Именно это я имею в виду в качестве базового образования. Понятно, ясно. Еще вопрос. Инженеры разработали оружие, которое может уничтожить человечество. Как можно контролировать, чтобы разработки инженеров не нанесли вред человеку? Это все внутри, в голове, на совести? Или все-таки есть какой-то предел вот этим изобретением? Сергей Александрович чуть раньше сказал о том, что человечество использует все свои наработки. Ничто не остается у нас в загашнике, не использовано. Все, что придумали, обязательно применим. Вот что касается оружия. Простите меня, пожалуйста, но вот последние военные события. Откровенно говорят о том, что мы не используем даже одной десятой того, что было изобретено. Уж я в курсе. Потому что я все же не работал в области космонавтики. Вот. Что может быть сдерживанием? Ну, право я не знаю, здравость мыши разве, достойные руководители на достойных местах. Вот. Воля народа в конце концов, когда едины, с народом разговаривать очень трудно. И переубедить его очень трудно. Вот. А вот каких-то ограничений, конечно же, не существует. Вот. Более того, есть очень большая опасность, потому что сейчас, в общем-то, все ограничения сняты. И развитие системы вооружений происходит очень бурными этапами. Вот. Поэтому видите, что получилось. Сергей Александрович прав. Опасность очень велика. Очень велика. Поэтому и нужно меры принимать какие-то соответствующие. Вот. Как раз про эти меры следующий вопрос. Какие глобальные проблемы вы считаете самыми актуальными? Достаточно ли будет для их решения только инженерных разработок, на ваш взгляд? Глобальной проблемой я считаю гибилизм, который развивается. Потеря здоровья. Возможно с образованием это не поправить? Согласен с вами. Согласен с вами. Но, конечно, это невозможно поправить образованием. Но создать в обществе атмосферу, ну, это как в классе, как в школе, понимаете? Есть школы, где в классе властвуют ботаники. И очень здоровая обстановка там. А есть, где властвует шпана. Вот сейчас как раз очень много проблем, потому что есть школы, где более половины дети гастарбайтов. Вот. Поэтому создание вот этой атмосферы, где наиболее ценным человеком является человек знаний, человек труженик. Вот это и может помочь в этом плане. Потому что сейчас я вам говорю, дела обстоят совсем нехорошо. Поговорите с молодежью, побеседуйте с ними, вы увидите, что ситуация прескверная вообще, И человечество, Александр, это прав, пора спасать вообще-то. И получается, что какие глобальные проблемы, они напрямую связаны с самим человеком, не только с экологией, которую мы творим. И с экологией тоже. Если вы возьмете древний китайский свод закона, читаете, самовольное перегорождение реки наказание смертной казни, распашка лишней полосы наказание смертной казни, и сравните с тем, что мы делаем сейчас. Вообще никого не наказывают за разрушение природы. Поэтому ситуация очень различна. Вы знаете, 20 тысяч лет тому назад самым светущим местом была Центральная Африка, там, где сейчас Сахара. Понимаете, человечество тогда не владело техникой, но материк уничтожил. Вы знаете, кто уничтожил материк? Опцы. Они вытоптали своими кустиными ножками грунт. И всё. Материк безнадёжен. Так что дело даже не технического уровня. Нужны законы, нужны сверху жесткие законы. Вот. И тогда ещё можно будет что-то сделать. Ну, вот это, наверное, ответ на второй вопрос от Светланы. На фото поверхности планет Солнечной системы, ну, кроме Земли, планеты выглядят такими безжизненными. Может быть, всё-таки есть шанс сохранить нашу планету? То есть мы сейчас, получается, можем делать это только совершенствуясь, вводя законодательную базу, наказывая, изменять правила той жизни, которая у нас была до этого момента, и развивая своё собственное образование, техническое, инженерное, направляя его в мирное русло. Верно? Верно, но есть ещё одно но, пули, серьёзное. Дело в том, что природа не пассивна, природа самосохраняется. Отвечается, это правда. В природе ничего не стоит сместить человечество с лица Земли, если она почувствует опасность. Это сделает природе чрезвычайно легко. Любым способом. Те же эпидемии, те же изменения климата. Не надо доводить природу до такого состояния. Надо относиться к ней с глубоким уважением, пониманием. Сергей Александрович полностью согласный. Конечно. Ну, вот так обстоят у нас дела. Ситуация действительно критическая. Насчёт того, как мы хорошо живём, хорошо-то хорошо. Ну, а что вы можете предложить молодёжи в качестве времяпрепровождения? По-моему, ничего в настоящее время. Понимаете, вот я помню в своё детство, это 50-е, всё детство прошло на улице. Бегали компании, придумывали игры. Сейчас, извините, бедных детей на улицу не выгнать. Это ситуация более чем серьёзная. Вот, поэтому общество нуждается в оздоровлении. И очень бы хотелось, чтобы это оздоровление произошло. Да, это правда. Действительно, ранее мы, не получая повсеместно техническое инженерное образование, но точно знали, где падать лучше на бетоне, на щебне и так далее, потому что много времени проводили именно в контакте с природой. Сейчас этого нет. Чуть-чуть подсохло из лужи, выходили девочки с прыгалками. Совершенно верно. И прыгали до посинения конечностей. Я что-то не видел девочек с прыгалками последние по крайней мере лет 5-10. А сейчас вот даже в школах прыгать нельзя, это же опасно, родители в чат напишут. Понимаете, у нас выносили одну длинную веревку, которую крутили по очереди, а все остальные под эту длинную веревку прыгали. Сейчас нет таких развлечений, сейчас нет таких игр подвижных на улице, которые были раньше не правдали. Вот вы-то играли в детстве? Конечно, я прыгала на резиночки до девятых, кто знает, но это круто. Правда, резиночка, конечно, это не такое спортивное мероприятие, оно требует меньше усилий, но все-таки игра. Совершенно верно. Ну, сейчас на самом деле возрождается там нормы ГТО, да, сдают, потом, что еще, вот, что-то типа пионерской организации сейчас организуется. Я прошу прощения, но чемпионка Европы по фигурному катанию не смогла сдать нормы ГТО. Почему? Она не любит бегать, а там нормы по бегу, хотя она чемпионка Европы по фигурному катанию. Вот, она любит прыгать. Вот, вот, вот и я про то же, и я про то же, да. Я все-таки верю в лучшее и считаю, что мы начали уже меняться. Может быть, возвращая вот те советские традиции, потихоньку прививая их молодежи, мы все-таки придем к тому, что все будет по совести, по справедливости, дети станут более заинтересованными в жизни без гаджетов, без телефонов, ближе к семье. Застали ли вы пионер лагеря, были ли вы в пионер лагере? Разумеется, я была и в спортивном лагере, и в обычном. Скажите мне, пожалуйста, в каких условиях жили пионеры в лагере? Очень комфортных? Или вообще говоря, особого комфорта там не было? Ну, я могу вам сказать, что первый вариант в спортивный лагерь, там была спартанская дисциплина. Правильно. И нагрузки, голод ночью, да, не было условий, вот, другой лагерь совершенно был, абсолютно другой был, вот, обычный пионерский лагерь. Сейчас, конечно, лагеря другие. Комфортные. Комфортные, да, да. То есть, опять возвращаемся к Сергею Санычу, что мы хорошо живем, надо все это не называется хорошо, это называется избалованно живем. Добрая бабушка говорит, полежи, мальчик, скушай булочку, посмотри мультфильм, а злой тренер еще развлекся, встал, пробежечку, разминочку. Кто из них добрый, кто из них живой, скажите, пожалуйста. Риторический вопрос. Риторический вопрос, да. Ну, что, одно мы знаем точно, когда полетим на Венеру, там точно будут спартанские условия, правильно? И мы начнем все заново. Более того, один мой знакомый товарищ, он занимался проектированием системы обеспечения жизнедеятельности, и как-то он откровенно сказал, что проектирование наших кораблей шло с учетом героизма космонавтов. Так что, разумеется, это потребует героизма. Ну, к тому моменту безысходности мы все будем к этому готовы. Ну, что ж, друзья, у меня последний вопрос, даже не вопрос, а такой, скорее, анонс. Сергей Александрович нам предоставил еще несколько своих рукописей, и мы в курсе его творческих планов будет будет еще одна книга об инженерах, да, и еще заманчивое название «Корабль дураков». Сергей Александрович, можете чуть-чуть рассказать о том, что нас ждет в ближайшее время, надеюсь? во-первых, чуточку вернусь к тому, что Владимир Игоревич сказал, я несколько раньше мое детство было, после войны, и я насчитал 30 с лишним игр, игр, дворовых игр, увы, к этому не вернешься, но сейчас, воспитывая внуков, я поражаюсь и, так сказать, и завидую им, какие у них площадки, какие, как все, как все хорошо устроено для детей, то есть, может быть, и лучше можно, но, по-моему, уже здорово, вот, то, что сейчас делается, и они лазают и прыгают, и поэтому они, может быть, не могут и не хотят возвращаться к нашему футболу, когда мы бегали по двору в облаках пыли, или к нашей лапте, когда у нас мяч залетал в окна соседки в конце двора, и потом мы не могли его получить обратно, вот, а теперь о планах, ну, дело в том, что корабль дураков это опять о том же нашем космическом корабле, который по своим техническим возможностям не соответствует нашим способностям к его управлению, ведь почему погиб Титаник, он был слишком хорош для своего капитана Смита, или для менеджера Иснея, который руководил капитана, что он вообще-то не имеет права делать, но он руководил, потому что капитану пора было на пенсию, и поэтому он выполнял, он должен был пристрелить этого менеджера, и, так сказать, сам везти корабль, но он выполнял его указания, и набрал ход после столкновения с Айсбергом, а следующий через сто лет с Конкордией, еще хуже был случай, совершенно по глупости капитана. Так вот, и мы находимся на таком же корабле, увы, которым неквалифицированные люди управляют, увы. Ну вот, а еще другая книжка о том, что мы все-таки хорошо живем, хорошо живем не в общефилософском плане, о котором говорил Владимир Игоревич, а в потребительском плане. Мы потребители, но мы же одновременно и продукты потребления, потому что мы делаем то, что нужно тем, кто создавал, создает правила этого мира. Мы являемся поставщиками этих жизненных благ именно им. И вот в этом смысле, конечно, с этой точки зрения мы хорошо живем, а кто это добровольно отказывается от вещей приятных, вкусных и прочее. Это мазохизм, это очень сложно отказаться. Чтобы разум возобладал над желудком, это не всем удается. Ну, увы, увы, что делать. И поэтому я и говорю, что могут спасти мир вот те самые инженеры, у которых здравый смысл определяет их действия и поведения, а вовсе не желудочные потребности. Но в целом, в целом, мы хорошо живем в том смысле, что теперь осуществляются мечты, нет запретов. И каждый человек может добиться и захотеть осуществить то, что, чего он хочет. Меня не выпускали за рубеж в свое время. когда я получил первый в своей жизни загранпаспорт, мне не надо было за рубеж, мне было достаточно того, что у меня есть такая возможность. Ну, потом я, правда, изредка стал выезжать. Ну, вот, в этом смысле наш мир, конечно, хорош. И, так сказать, я не говорю, что это скверно, это достижение человечества. Главное достижение свободное время. Но свободное время люди тратят не на развитие интеллекта, не на игру на лютни, и не занятие живописью. Они его, к сожалению, тратят на потребление, опять же. И, значит, круг замыкается, а перспективы не остается. Вот в этом смысле нужны людям, людям нужна перспектива, нужно особенно молодым. Они часто этого не осознают. Они начинают осознавать потом, а уже поздно. Уже все, карты розданы, они играют тем набором, который у них в руках. Увы. Поэтому вот надо вовремя все делать, вовремя. Ну что ж, мы ждем новые книги Сергея Саныча. Спасибо огромное за беседу и вам, Сергей Саныч, и вам, Владимир Игоревич, как группа поддержки, вы оказались незаменимы. Друзья, следите за нашими новинками на сайте. Две книги, Сергей Саныч, как минимум, мы ожидаем, это «Как делают инженеров» и «Корабль дураков». Спасибо всем присутствующим. До новых встреч. У нас остался всего один вебинар с автором в июне, а потом мы попрощаемся на лето. Всего вам доброго, хорошего всем дня участникам, спикерам. До новых встреч. Всего доброго и спасибо вам большое. Спасибо, счастливо вам. Спасибо. До свидания.